В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о трезвости. В гостях у нас Татьяна Минеева, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае, и Александр Кубиков, психолог отделения Приморского краевого наркологического диспансера. Уважаемые гости, здравствуйте! Здравствуйте! 11 числа отмечался День трезвости, 11 сентября. Почему мы отмечаем этот день, Татьяна Николаевна? Вообще-то он не один. Их целых два сейчас. То есть 11 числа отмечался Всероссийский День трезвости, а вот сейчас, 3 октября, будет отмечаться Международный День трезвости. Ну и цель этих знаменательных таких дат – это широкая информированность населения о вреде употребления алкогольных напитков, о приобщении к здоровому образу жизни, о значении физической активности и спорта как альтернативы именно вредным привычкам. И вот первый День трезвости, если так зайти немножко в исторический экскурс, в 1913 году отмечался. И он, в общем-то, был инициирован Православной Церковью. А почему это произошло? До этого наша Россия считалась самой малоупотребляющей алкогольной напитки. При Николае II нельзя было самовольно производить алкогольные напитки, а из виноделий царских было очень сложно приобрести вино. Но прогресс на месте не стоял. И как бы вот очень-очень быстро стали производить уже какие-то самостоятельные напитки, и в частности водку. И, естественно, население начало употреблять, злоупотреблять этими алкогольными напитками. Именно вот в 1913 году Православная Церковь инициировала трезвенническое движение, когда они широко пропагандировали именно вред, говорили о вреде алкогольных напитков, о вреде пьянства. Раздавали памятки, брошюры разные, читали лекции. Но потом, в послереволюционный период, поскольку упразднились в церкви, упразднился и этот день, День трезвости. И советская власть уже потом сама антиалкогольную пропаганду проводила в другом уже ракурсе. И вот эта дата, Всероссийский День трезвости, уже так официально повторилась в 2005 году. И та же самая дата, 11 сентября, осталась. Что такое трезвость вообще? Ну, как вам сказать? В общем-то, трезвость подразумевает, наверное, не употребление вообще спиртных напитков. Но у нас привычка, да? У нас какие-то традиции, то есть какие-то праздники отмечать с вином, хотя бы со слабыми алкогольными напитками. Есть? Смотрите, то есть трезвость. Вот мы люди, которые не употребляем, не злоупотребляем алкоголем, то есть трезвость для нас естественное состояние, как дышать получается. А если мы говорим о трезвости в понимании человека, у которого есть зависимость алкогольная, допустим, пациент, который пролечился. Вот мне сейчас на память пришла такая фраза, хороший наш был пациент, он не пил 7 лет, потом появился в поле зрения наркологии. Я его спрашиваю, что такое трезвость? Он говорит, вот что такое трезвость, я понял только спустя 7 лет после того, как бросил пить. То есть вот первое время, первые 2-3 года, у меня было такое состояние, будто я вот как вот в часах пружина вот закручена, вот я вот напряженный, тревожный такой, беспокойный. А потом вот это напряжение ушло где-то лет через 7, и я увидел, стал замечать мелкие вот такие радости в моей жизни. Ставил, как красиво сходит солнце, то есть как прекрасно пахнет там травка, допустим, по весне. То есть вот появляются эти тонкие эмоции, и человек начинает ощущать вот эту жизнь, начинает ощущать ее в полном объеме. Если подводить итог сказанному, то есть вот трезвость – это форма адаптации. То есть кому-то она дана, а кто-то ее теряет в процессе пьянства, а потом восстанавливает. То есть трезвость – это адаптация. Александр Иванович, ну вот следующий вопрос как раз-таки был вам адресован. Неужели человека нельзя назвать ведущим трезвый образ жизни, если он, к примеру, на Новый год, на 8 марта выпил бокал шампанского? Это уже… Ну вот видите, здесь мы сейчас будем говорить о тонкостях диагностики. То есть мы можем говорить, какое-то эпизодическое употребление алкоголя. То есть, допустим, существует какая-то женщина, домохозяйка, в году 12 праздников, и вот на каждое из праздников она выпивает, допустим, уже шампанское. Конечно, нельзя говорить о том, что у нее есть алкоголизм. Конечно, нельзя говорить о том, что у нее есть зависимость. Но есть у нас эпизодическое употребление алкоголя. А вот между, наверное, вот этой домохозяйкой и эпизодическим употреблением алкоголя мы, наверное, унесем такое понятие группа риска. То есть люди, которые употребляют алкоголь с пагубными последствиями. То есть, например, я вот выпил и сел за руль, меня остановило ГАИ, я там вдохнул в трубочку, то есть оказалось что-то такое. Или, допустим, я выпил и выпал, допустим, со второго этажа. Или, допустим, я выпил и у меня измененное такое состояние сознания, я психопат, я полез там драться с кем-то по пьянке. То есть, вроде как я не алкоголик, и не сказать, что он какой-то бытовой, ну вот пагубное потребление алкоголя. И вот сейчас вот существует, разрабатывается такая очень мощная программа, то есть остановить людей вот на этой стадии группы риска. То есть, если ты попадаешь в поле зрения наркослужбы, то ты должен ходить на определенные беседы, на определенные профилактические мероприятия, чтобы дальше ты не запил и чтобы дальше ты не спился. То есть, ну, остановился, да. То есть, это мне напоминает вот в традициях американской, ну там наркологии нет, там психиатрия, да. То есть, ну, тебя остановили в пьяном виде, там вдохнув в трубочку там американскую, да. Тебе говорят, слушай, вот тебе там 50 посещений группы там анонимных алкоголиков, вот давай ходи на них. Потом мы тебе как бы снимаем доску. То есть, вот на всякую, на всякий стимул должна быть определенная реакция социума. Вот, наверное, так. А что такое алкоголизм? Алкоголизм – это хроническое неизлечимое заболевание, которое ведет к стойким нарушениям в психике, страдает память, внимание, мышление, к возникновению стойких проблем в быту, в семье, на работе, в обществе, да, и к возникновению соматических проблем, да. То есть, вот если мы говорим про слово «неизлечимое», мы говорим о том, что нет понятия алкоголик, который выздоровел, да, нет понятия наркозависимой, который выздоровел. Есть люди, которые находятся в длительной ремиссии. То есть, я знаю пациентов, которые не пьют по 20-25 лет, но когда у них возникает желание выпить, они приходят, наркодиспансеры, говорят, ой, я боюсь, что я сорвусь, давайте вы назначите нам какие-то препараты, мы там походим на группы, чтобы вот это состояние ушло, и дальше я буду жить нормально, буду жить трезво, понимаете. То есть, алкоголизм – это серьезно, достаточно. А какие соматические проявления могут быть? То есть, это заболевание, вы говорите, соматические заболевания. Соматические заболевания, ну, соматические заболевания в 19 веке, где у нас в Европе, вообще говоря, свирепствовал сифилис, да, и врачи, которые лечили сифилис, про них говорили, о, если врач лечит сифилис, значит, он знает медицину, да. То есть, вот перефразируя вот эту фразу на данный момент, да, получается, что если врач знает, как лечить алкоголизм, значит, он знает медицину, потому что нет такого органа и такой системы вот в человеческом организме, на которую бы алкоголь не влиял. То есть, вот элементарно, вот человек выпивает немножечко спиртного, да, а невролог говорит ему, покрутись вот с закрытыми глазами вокруг своей оси, да, а потом открой глаза, да, и зрачочки будут дергаться, так, тук, 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 тук. То есть, вот она интоксикация, она уже влияет. Хотя, казалось бы, человек выпивает по-хуже шампанского, чуть-чуть. То есть, а если вот интоксикация хроническая идет, там, годами, десятилетиями, то, ну, страшно представить себе, почему все наши пациенты выглядят старше своих лет. Потому что, скажем так, организм рассчитан на какой-то период работы адекватной, да, там, до 70, до 80, а если его грузить вот экстремальными такими ситуациями алкоголем, да, то ресурсы быстрее изнашиваются, и, допустим, там, женщина ей лет 30, она поступает на лечение, а выглядит на 50. И мужчине то же самое. То есть, хроническое заболевание очень серьезное. А где вот та тонкая черта? У меня бабушка была медиком, и я помню, она мне говорила, у нас был сосед, который злоупотреблял, но она про него говорила, что он не алкоголик, что он скорее бытовой пьяница. Вот где та тонкая черта между бытовым вот таким каким-то пьянством и алкоголизмом? Это все масса классификаций же, да, то есть, допустим, советская там классификация, это у нас там три стадии алкоголизма, да, а у американцев у них 16 стадий, там, альфа, бета, гамма, мощная такая достаточно классификация. А в тебе самом находится вот этот механизм, да, вот этот маркер, который говорит тебе, что у тебя возникают проблемы. Я вот сейчас вот что-то ударялся в воспоминания пациентов, то есть, вполне нормальный, сохранный человек, значит, занимающийся бизнесом, это еще 90-е годы, у него никаких алкогольных проблем нет, он приезжает домой, ставит машину на стоянку, идет на микроскоп, покупает банку пива, баночку определенного пива, приходит домой, выпивает ее вечером. Это длится, 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 там месяцы, годы, потом он даже ставит машину, а киоска нет, он сгорел. Ну, сгорел, сгорел, то есть, он идет домой, говорит, что-то мне не хватает, что-то мне не хватает, что-то мне не хватает, он говорит, о, мне же пива не хватает. То есть, мне уже вот эта психическая зависимость, она уже состоялась, то есть, мне надо вот чувствовать эти эмоции, а их не хватает. И он задает вопрос, то есть, что ж, я спиваю, у меня что, проблемы? То есть, ну да, в какой-то степени это проблемы, то есть, это тот момент, когда ты должен задуматься, остановиться, отказаться от употребления. То есть, если говорить о таких вещах. А если идти по определению, то это нарушение психики, соматики, истоки, социальные проблемы в семье, на работе, в обществе. То есть я вас правильно понимаю, что безопасная доза алкоголя, о которой мы говорим сами часто, ее просто не существует? Знаете, я бы сказал, что не существует. Опять же, есть разные точки зрения. То есть наркология, наука, отрасль медицины, есть разные взгляды, позиции, споры. То есть, с моей точки зрения, не существует безопасной дозы алкоголя. То есть любой алкоголь, он так или иначе оказывает влияние на те или иные функции нашего организма. Совершенно верно. Дело в том, что здесь не только психика нарушается. Здесь в определенный период времени уже идет нарушение внутренних органов, практически всех. Поражается печень, поражается поджелудочная железа. У кого-то, если была, допустим, наследственность или склонность, допустим, к язвенной болезни, там, желудка, да, возникает. И эта проблема – сердечно-сосудистые заболевания обостряются. То есть высокий риск инфарктов, инсультов. И, кстати, мало кто знает, что употребление алкоголя повышает в крови уровень сахара. И это может спровоцировать и развитие сахарного диабета. То есть как таким пусковым моментом может быть. Но ведь ведение трезвого образа жизни – это не только про алкоголь, правильно? Это же еще и про запрещенные вещества, например, и про все остальное. Ну да. Ну, конечно. Человек-алкоголик, ну вот так называют этих людей, да, он болен или это… Он болен. Это как с наркоманом, так же с алкоголиком. То есть можно… Почему мы называем это заболеваемостью? Ведь это добровольный выбор. Добровольный выбор. Ну вот как мы называем это? Почему мы называем это заболеваемостью? Смотрите, давным-давно была просто психиатрия, да? Потом с психиатрами как-то вот произошли некие изменения, да? И вот я что хочу сказать. Вот психиатрия. В психиатрической больнице были различные отделения, да? Там, где лечили людей с шизофренией, с травмой головы. И были отделения, в которых лечили людей с алкоголизмом, да? Вот. А потом сказали так, давайте все-таки мы с психиатрией наркологию отдельно выделим, потому что страдает очень много народу, да? И вот эти отделения не справляются. И создавались поэтому вот наркологические диспансеры, там, крылые, как у нас в Приморье, там, областные, да? Как по всей стране. То есть я веду к тому, что алкоголизм – это психическое заболевание, и оно, как бы, имеет свою определенную классификацию в НКБ, там, да, в международном классификации болезней. То есть это действительно заболевание, да? А что такое заболевание? То есть это нарушение каких-то внутренних, ну, как это сказать, гармонических процессов, да, в моем организме. Это нарушение адаптации, то есть то, что мы имеем, да? То есть страдает, там, серое и белое вещество в коре головного мозга, да? И если вот, я так вспоминаю, допустим, в 90-е годы пациент лечился, он был инженером, да? Он выглядел определенным образом. Он не бросал пить, он продолжал пить, лечился, 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 и вот он в конечном итоге деградирует, да? И сейчас он выглядит, конечно, отвратительно. У него там ни рубашки, ни галстука, ничего. И мы по статусу, по его, мы видим, что это человек, который вот действительно болен. И простой вопрос, там, допустим, любой, там, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм железа, да? Ну, очень часто, если этот ответ, ну, килограмм железа тяжелее, конечно. То есть страдает все. То есть когда ты начинаешь с этими людьми работать, начинаешь с ними разговаривать, ты понимаешь, что там идет вообще глубокое поражение, там, центральной нервной системы, там, идет выраженный когнитивный дефицит, и человеку сложно адаптироваться и к работе, и к семье. То есть он не может выполнять какие-то обязанности, там, испытывая чувство долга, там, ответственности, еще чего-то. То есть это заболевание. Татьяна Николаевна, а кто подвержен риску заболеть алкоголизмом? Кто подвержен? Ну, в общем-то, те, которые стараются не пить вообще, они, естественно, алкоголизму не подвергаются. Есть, опять-таки, какая-то психическая, психологическая такая зависимость. Я об этом говорю, да. Да, когда человек, действительно, выпив одну рюмку, две рюмки, он потом уже не может остановиться, и ему, у него возникает потребность. То есть алкоголизм – это тоже своего рода наркомания, да? Конечно, конечно. Вот, я просто вам хочу привести такой пример из своей практики, когда я просто знала человека, который очень гордился тем, что он пьет с 13 лет. Потом, значит, жизненная какая-то ситуация была серьезная, когда ему пришлось бросить пить. После этого он гордился очень тем, что он 8 лет не пьет. И просто с кем-то из друзей выпил рюмку через 8 лет. Трезвый образ жизни. Выпил рюмку и пошел такой мощный срыв, что уже просто остановиться и повторно отказаться от алкоголя он же не смог. Ну и, естественно, летальный исход, тяжелая, именно почечная, и почечная недостаточность. И печень отказали, то есть очень быстро все это возникло. К вопросу, почему это заболевание, да? Вот тебе, Николаевна, правильно сказала, выпил и не смог отказаться. Потому что ведущий синдром алкоголизма в том числе, да, это тяга спиртного мозга, это неодолимое получается. То есть вот когда он выпил, вот все, и у тебя нет дальше, он становится не может, не может, не может, да? И вот мы нашим пациентам всегда говорили, вот смотри, вот сколько бы ты не пил, год, два, три, там, двадцать. Ну, я видел пациентов, кто срывались через 20 лет, через 25 лет, да? То есть я в наркологии работаю с 91-го года. Получается, что выпил и тебя потянуло дальше, да? И все, остановиться ты не можешь. То есть тяга к спиртному – это ведущий симптом любого наркологического заболевания. Нашим пациентам говорим такую вещь. Вот смотри, пока ты пьешь, вот у тебя в голове вот растет вот огромная крыса, которая питается спиртным. Говорит, давай, давай, выпей, давай, наливай, наливай, наливай. А вот ты перестал пить там-то, пролечился, бросил. Вот она уменьшается, но никуда не девается. То есть ты маленьким крысенком и спит где-то там вот, вот там вообще в закоулке там твоего головного мозга. Но она есть, да? И потом ты идешь вот по улице, видишь там какие-то мужики пьют пиво. И раз так, слюнусь, глотну, у тебя крысенок раз, один глаз открыл. Потом раз, второй глаз открыл. Потом говорит, давай еще выйдем, что, не можно, тебе нельзя, что ли, да? И человек начинает пить по новой. То есть вот хроническое незлечимое заболевание, то есть вот биохимия изменяется настолько, что человек остается вот с этой зависимостью на всю оставшуюся жизнь. И его выбор уже идет такой сознательный. Или пить, или висит трезвый образ жизни. Если ты ведешь трезвый образ жизни, у тебя все неплохо, все хорошо, все восстанавливается. А трезвый образ жизни, он, кстати, тоже затягивает. Я могу сказать на собственном примере, я алкоголь не употребляю уже полтора года от слова совсем. И не хочется. Чем меньше его, тем он и не нужен становится. Совершенно верно. Ну, вопрос, опять же, если зависимость, то все-таки тянет. Если зависимости нет, то тянет. А моим образом в жизни многие удивляются, говорят, как это ты не пьешь? Я говорю, ну я вообще не пью, никогда даже в рот не брала. Ну как это? Я не верю. Ну вот, бывает и такое. Невкусно. А лечение алкоголизма? Болезнь неизлечимая, но тем не менее мы алкоголизм лечим, чтобы вывести... Да, достаточно такое, да, вот какая-то, на первый взгляд, кажется, из каких-то противоречий. Знаете, в медицине есть заболевания, которые лечатся. Вот ангина, там, я, блин, горло... Насморк. Прихожу, насморк, прихожу к терапевту, он говорит, вот, да, действительно, вот таблеточки попьете, горло будете полоскать, там, солью 5 раз в день, там, к примеру. За неделю ваше горло пройдет, все, результат, да, или к стоматологу дырка, запломбировали, все, результат. Есть заболевания, которые хронические, которые поддерживают человека вот в ремиссии, там, сахарный диабет. То есть соблюдай диету, там, считай эти хлебные единицы, там, ну, инсулин, да, и будешь нормально жить, вот это самое. Вот алкоголизм то же самое, то есть заболевание хроническое. И задача, вот, вывести человека в стойкую ремиссию, то есть, вот, ты алкоголик, ты зависим от алкоголизма, но ты не пьешь. И желательно, в принципе, в идеале, чтобы ремиссия была осознанная. То есть, что это значит? С тем, чтобы я, как пациент, научился отслеживать свои состояния. То есть, вот, я сегодня сплю, мне снится водка, да, я боюсь, что я сорвусь. То есть, там, я иду на работу, вижу, лежит пустая бутылка из-под спиртного, захотел выпить, да, встретил кого-то. Вот, когда я чувствую вот эти состояния, которые вот меня подталкивают к тому, что иди выпей, вот это желание просыпается. Вот мне надо выбрать время, прийти в наркологический диспансер, где я лечился или не лечился, да, и к своему лечащему врачу сказать, доктор, у меня вообще, говоря, проблемы, да, да, и доктор это состояние так или иначе откорректирует. То есть, будут назначены там препараты, будет рекомендовано походить на психотерапию с тем, чтобы это состояние убрать. Но поскольку это состояние хроническое, там, через некоторое время, через полгода, через год, да, раньше, опять состояние. И вот, то есть, пациент, он замыкается на самолечивающем враче, и длительный период времени люди вот друг друга знают и поддерживают друг друга. Вот таким вот образом. А какие существуют реабилитационные программы? Ну, реабилитационные программы существуют по длительности различные, да, то есть, есть двух-, есть трехмесячные программы, есть программы до полугода, да. То есть, вот, лечение вообще алкоголизма, да, алкогольной зависимости, оно на два периода делится. То есть, первый период – это вот по скорой помощи или сам пришел, тебя в интенсивном отделении, вот, не отложенной алкологической помощи, скажем так, откачали, и в течение вот двух недель ты находишься в этом отделении под надзором врача, да, но пока ты здесь находишься, с тобой беседуют специалисты, психологи, пациенты, которые не пьют, там, ребята из группы анонимных алкоголиков приходят. И говорят, слушай, вот смотри, ты пил, вот сейчас тебе плохо, вообще отвратительно, да, то есть, вот, ты в остром отделении, переходи на реабилитационную программу, то есть, два-три месяца или полгода, то есть, и у тебя будет все нормально. То есть, и люди переходят на реабилитационные эти программы, кто созрел, да, для того, чтобы на них перейти, получают там достаточно много и удерживаются в трезвости. Вот у нас, допустим, есть отделение, вот, отделение медицинской реабилитации, там, номер один на Океанской, вот оно специализируется на людях с алкогольной зависимостью, как раз. То есть, и оно у нас краевое, то есть, вот, люди со всего края, то есть, они туда приезжают, они там лечатся, до полугода могут там находиться, потом уезжают домой, поддерживают контакт с отделением, то есть, это такая достаточно, вот, говорю, что долговременное психотерапевтическое сообщество, ну, диспансер, да, получается. То есть, в первую очередь, это психотерапевтическая работа? В первую очередь, психотерапевтическая работа, конечно, конечно. А родственники больных алкоголизмом говорят, что они тоже созависимы, им нужно какую-то терапию? Родственники тоже, безусловно, вот, хорошую вы задели такую тему, да, вот, Гоголя-35, у нас там, отделение медицинской реабилитации, номер два, да, вот, помимо того, что они занимают, ну, они в основном занимаются людьми с наркотическими проблемами, да, ну, и алкоголики там тоже лечатся в этом отделении, вот, каждую субботу с 10 часов на Гоголя-35 работает, так называемый, вот, клуб родственников людей, у которых близкие лечатся от алкоголизма или наркомании. И вот специалисты из этого отделения, там, это, опять же, психологи, это ребята из группы анонимных наркоманов, это специалисты по соцработе, да, это врачи. Вот, каждую субботу читается какая-то лекция для заинтересованных, тех, кто приходит, отвечаются на вопросы, то есть, ну, вот, то, что у американцев называется АЛАНОН, да, группа родственников анонимных наркоманов, да, или АЛАТИН, родственников анонимных алкоголиков. Ну, вот, такая же модель у нас работает на Гоголе-35, это же много лет. Вот, я вот, что хочу сказать, дело в том, что вот наши, ну, вот, в обществе как-то укоренилось, что вот, алкоголизм, кодировка, там, ушел, закодировался, ушел. Вот так вот, да, вот. То есть, вот эти вещи... Кстати, да, кодировка же. Да, вот про это говорится, да. Но вот, надо что отметить, что вот кодировка, она вот не входит в нормы и стандарты лечения наркологического заболевания. То есть, ну, вот это, ну, вот, там, может кто-то чем-то владеет, там, ну, вот, к нему, там, идут, допустим, да, каким-то... Ну, вот в нормы и стандарты она не входит, да, не входит. То есть, вот нормы и стандарты, это предполагается острый этап, да, прохождение реабилитационной программы, тогда что-то вот у человека начинает получаться. Да, кодировка, это, наверное, из серии нетрадиционной как-то медицинной. Ну, в какой-то степени, да, нетрадиционной. Татьяна Николаевна, какие альтернативы у нас существуют в плане здорового образа жизни? Ну, я, в общем-то, со стороны своей трудовой деятельности, да, как региональный центр общественного здоровья могу отметить, что у нас в Приморском крае работает очень много различных проектов, которые направлены именно на пропаганду здорового образа жизни, как именно альтернативу вредным привычкам, в частности, вот, алкоголизма. Работают они в рамках национального проекта «Демография» и нашего регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Приморском крае. То есть, ну, все, наверное, знают, да, и все по телевидению смотрят, как это «Зарядка с губернатором», где 20 муниципальных образований края каждую неделю выходят на «Зарядку с губернатором». То есть там присутствуют различные возраста, то есть, ну, как, скажем, от мала до велика, да. Но основная, как бы, там когорта – это молодежь. То есть упор на то, чтобы не приобщение шло молодых людей к спиртным напиткам. То есть зарядка, физическая активность, да, приобщение к спорту. Работает также такой проект, как «Бизнес Партакеада Приморья». Тоже в основном молодое поколение, молодежь участвует в этом «Бизнес Партакеаде». И хочу отметить такие вот проекты, как «Здоровое Приморье» и «Улица здоровья». Это проекты Министерства здравоохранения Приморского края, в которых непосредственно мы участвуем, именно наш региональный центр общественного здоровья, участвуем со своими мероприятиями. Есть также прогулка с врачом, тоже широко известная прогулка с врачом, да. Кстати, она вот сейчас в октябре месяце будет отмечать свое десятилетие. Тоже приходят туда разные возраста абсолютно, и молодежь, и пожилые люди. То есть приобщение именно к занятиям, к адекватной физической нагрузке, к занятиям физической культурой. Ну, свой любимый проект я никак не могу обойти стороной. Это проект «Телешкола будь здоров» на базе шестой школы, которая охватывает детей от первого класса по одиннадцатый класс. И специфика там такая, что нужно сразу одновременно подготовить материал таким образом, чтобы он был интересен вот этой возрастной, вот такой широкому разбросу возраста, допустим, от 7 лет до 17 лет. То есть идет одновременно на все классы. И вот к Международному дню трезвости тоже будет у нас второе занятие. Завтра будет первое занятие, второе занятие будет посвящено именно Международному дню трезвости. Также у нас работают целый ряд других проектов, которые не коммерческие организации организуют, общественные организации. Активное долголетие. Здесь, в общем-то, упор именно на приобщение к здоровому образу жизни людей старшего поколения. «Настройся на ЗОЖ» – тоже очень интересный такой проект, который работает для людей, молодежи, для зрелого, для старшего поколения тоже так же. То есть все они действительно являются альтернативой, именно вредным привычкам, для того, чтобы нацелить людей именно на ведение здорового образа жизни. Включают они сюда мастер-классы различные с комплексами упражнений, и по йоге, и мастер-классы по скандинавской ходьбе. То есть все-все-все делает упор на то, чтобы люди приобщались именно к двигательной активности. Потому что у нас что? У нас сейчас, в принципе, гиподинамия – один из ведущих факторов хронических неинфекционных заболеваний. А если это еще и вкупе с употреблением, со злоупотреблением алкоголя, он сидит там где-то на скамеечке и пьет баночку за баночкой пива, то абсолютно ни к чему хорошему это все не приведет. Поэтому вот таким образом мы работаем с населением. Ну что ж, я надеюсь, что как можно больше у нас будет все-таки трезвых жителей в нашем Приморском крае. Хотя статистика последняя была достаточно грустная. Сказали, что в Приморском крае достаточно много тех, кто выпивает. Но будем надеяться, что она снизится, и меньше работы будет доставаться таким врачам, как вы. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о трезвости. В гостях у нас были Татьяна Минеева, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае, и Александр Кубиков, психолог отделения профилактики Приморского краевого наркологического диспансера. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова